Более подробно эту тему обсудим с Ольгой Курносовой, политический аналитик, главный редактор портала «Автоэмпайр». Ольга, здравствуйте, рада приветствовать. Доброе утро. Доброе утро. Ольга, говорили с вами ранее о вот этой точке невозврата. Говорили ранее о том, что, быть может, у Путина будет какая-то реакция на первых 25 тысяч гробов, отправленных назад в Российскую Федерацию с Украины. Потом шла речь о том, что, быть может, 100 тысяч. Нет, не помогло. И здесь уже, когда более 300 тысяч погибших и раненых, давайте так говорить, российских военных, о которых говорит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, тут начали говорить и голову поднимать жены мобилизованных, либо покойных уже мобилизованных погибших на войне в Украине, либо же просто с неизвестной судьбой. И тут Путин начал реагировать. Путин, я имею в виду его вертикаль. Почему же так? Почему же гробы не боялся, а жен вдруг забоялся? И сейчас российские боты делают все для того, чтобы негодование и недовольство российских жен мобилизованных никак не проявлялось в информационном пространстве. На самом деле жены он всегда боялся. Первые жены, которых он испугался в самом начале своего правления, это жены моряков Курска, которые на него произвели неизгладимое впечатление, поэтому жены он боялся всегда. Другое дело, что до последнего времени удавалось как-то купировать это и удалось подсадных жен демонстрировать, у которых все хорошо, у которых все правильно, которые удовлетворены происходящим. А это вдруг активно стали, ну, просто уже, что называется, не могли терпеть, да. Понятное дело, что среди жен разные настроения. Там есть люди, которые были изначально против войны, есть люди, которые считали, ну да, вот надо же. Но слишком долго уже все идет, слишком долго они находятся на войне. И поэтому сейчас в этом стремлении вернуть их домой любой ценой они объединились. И так как их много, достаточно много, так как они активные, ну, потому что от них это зависит непосредственно жизнь их семьи, да, их тяжело, просто морально тяжело их как-то, так сказать, щеморить, бить. Видите, мы еще не видели таких силовых разгонов. Мы видим, как с ними разговаривают полицейские. Но заломать руки и тащить в автозак, и это мы с ними еще не видели. Поэтому, собственно, ну и потом они показывают всему, всей стране, что война есть. Кремль хотел бы ее задвинуть куда-нибудь на дальнюю полку и показать, ну, где-то далеко что-то происходит. Нет, жены показывают, война есть, много людей там воюют, люди там гибнут, остаются коллегами, это их родные. И они хотят, чтобы они вернулись домой, да. Там же, собственно, четкое, если раньше, вначале они говорили, что нужна ротация, еще что-то, то сейчас просто говорят, верните их домой, а дальше делайте, что хотите. Нас это не волнует. Мы хотим, чтобы они вернулись домой. Да, такого жесткого антивоенного посыла пока нет, но уже есть такой жесткий посыл, верните их домой. А у российской армии, в принципе, проблемы с живой силой. Поэтому вытернуть оттуда сейчас всех тех мобилизованных, которые были за все это время мобилизованы, очень и очень непросто. Поэтому Кремль не понимает, каким образом можно заткнуть им рот. Видно, что сейчас жены российских военных неудобны для политтехнологов Кремля в том числе, потому что мы все неоднократно в нашем эфире обсуждали то, что Путин по сравнению с прошлым годом тут собирается выходить на широкую публику, ожидается пресс-конференция, ожидается прямая линия. В том числе уже даже те самые жены, которые сейчас выходят на улицу, они, так понимаю, собираются писать вопросы на вот эти вот мероприятия, ожидают получить какой-то ответ. Вот каковы же ваши прогнозы, дождутся ли они ответа? Ну и опять же, так понимаете, все вот эту активность Путин проявляет не просто так. У него грядут выборы, если вообще это можно так назвать, конечно. Конечно, ну, возможно, там и будет он объявлять о своем выдвижении. Вот тут тоже, насколько вот сейчас может сыграть против него вот его же вот эта карта, карта войны против Украины, которую он разыграл? Ну, да, они активно пишут сообщения на прямую линию с Путином, публикуют скриншоты этих самых обращений. И, конечно, я не думаю, что хоть кого-то из них выпустят для того, чтобы они задали этот вопрос. Но понимая, что таких вопросов много, я думаю, скорее всего, они опять сделают свой любимый финт и выпустят какую-то пацанную утку, да, такую путинскую жену военнослужащего, которая и не жена, и не военнослужащего, но будет ее изображать. Это вот эти фейковые люди, это такая любимая политтехнологическая история кремлевская. Поэтому я думаю, что они в этот раз попытаются разыграть это. И обратите внимание, что даже телеграм-канал «Путь домой» и их телеграм-канал был заблокирован телеграммом как фейковый, да? То есть уже совсем Дуров работает под дудку Кремля. Ну, как это такое вообще возможно? Ну, понятное дело, что будут искать другие возможности распространения информации. Я думаю, у них это получится. Но вот что касается прямой линии, я уже сказала. Что касается самой так называемой предвыборной кампании, мы прекрасно понимаем, что то, что будет происходить в марте следующего года выборами ни с какой точки зрения не является. По целому ряду причин. Нет свободного выдвижения кандидатов и их регистрации. Будут отсутствовать независимые наблюдатели. Они в России уже давно невозможны. Нет свободных СМИ, а, соответственно, невозможно равный доступ к агитации кандидатов. Поэтому это не выборы. Это некое электоральное мероприятие, которым потом Кремль будет трясти и говорить. Ну вот, вы смотрите, его же снова выбрали. Его никто не выбирал. Еще в 2012 году полномочия Путина были получены, ну, по крайней мере, с нарушением российской конституции, которую он просто растоптал. Я уже не говорю про многочисленные нарушения. Скорее всего, и тех процентов, которые ему нарисовали, ему не хватило даже для победы в первом туре. Но так как, я еще раз говорю, мы не можем верифицировать реальные результаты, то даже, так сказать, мы о том, что этого не было, говорим тоже предположительно. Но достаточно того, что мы про это знаем. Поэтому, конечно, хочется Кремлю максимально уйти от сложных вопросов во время этой предвыборной кампании. А война – это, конечно, очень и очень сложный вопрос. И понятное дело, что Путину наплевать до трупы. Он совершенно лишен эмпатии. Его совершенно не волнует, сколько людей погибнет и останется коллегами. Это практически, как и в старые времена, бабы новых дорожают, поэтому аборты запрещают. Но, тем не менее, общественное мнение, хоть и задавленное, как мы видим, все равно где-то прорывается в России. Но, опять же, мы видим, что несмотря на усилия пропаганды, несмотря на авторитет Путина, вот это недовольство сейчас начало вылезать, что называется, наружу, вот исходя, опять же, из вот этих каких-то, ну, непротестных, да, но недовольных настроений, же он мобилизованных. Ольга Владимировна, а как вы считаете, вот это будет какой-то приобретать лавинообразный характер? Есть ли какие-то основания предполагать? Либо сейчас власть найдет, скажем так, подход к вот тем, кто вышел на улицы, но и вот это все замнется, и на этом все закончится? Ну, те, кто уже вышел, к ним подход найти сложно. Единственное, что можно сделать, это, собственно, вернуть мобилизованную домой. И вероятность того, что там во время своей уже предвыборной кампании, так называемой предвыборной кампании, Путин скажет, ну да, наверное, конечно, неплохо бы сделать ротацию, такая вероятность есть, и даст соответствующее поручение генералам. А там дальше, что называется, пока выпустят соответствующее распоряжение, пока там выпустят, как это должно происходить, там уже и выборы закончатся, можно будет новую волну мобилизации проводить, там еще половина из тех, кто находится на фронте, еще поубивают. Но, в принципе, такую кость бросить он может, но посмотрим. Позвольте тогда уточнить, а в целом по недовольству россиян, какие вы сейчас видите увеличение этих недовольств, и насколько сильно придушают это информационное распространение? И не только о женах говорю, я говорю в целом о людях, потому что вот о мужчинах имею в виду в том числе, потому что сейчас мы также наблюдаем, и сегодня в эфире говорили о том, что довольно-таки усиливается мобилизация, и даже в Москве и Санкт-Петербурге, казалось бы, в таких центральных мегаполисах, но даже там по улицам берут и собирают людей, отправляя на войну. В то же время министр обороны Российской Федерации Шейгу говорит о том, что нет, все хорошо, добровольцев очень много, военкоматы переполнены. К чему тогда вот эта вся мобилизация и облавы, которые стали довольно-таки популярными, повторюсь, в Москве и в Питере, как в мегаполисах? Ну, да, конечно, настолько популярная мобилизация, что даже буквально сегодня кто-то оставил какое-то взрывное устройство в мультиварке на окне военкомата, наверное, видимо, не из-за того, что он супер-мегапопулярен. Понятное дело, что антивоенные настроения продолжают расти, и, по большому счету, они за все эти более чем полтора года никуда не уходили ни один день. Все равно люди продолжали какие-то антивоенные акции, партизаны продолжали свои акции. И все это есть таким практически фоном. Но чем активнее Кремль утаскивает людей на войну, тем больше эти антивоенные настроения, что естественно. Потому что все те, кто хотел воевать, они давно уже ушли воевать. А все, кто не хочет, они пытаются от этого дела максимально как-то спастись. И когда начинают силы тащить, понятно, что это только усиливает антивоенные настроения, а никак не вот этот кураж зет-патриотов. Надо понимать, что среди зет-патриотов достаточно много людей просто на заплате. И, собственно, это, что называется, диванные патриоты, которые никогда никуда не пойдут. Поэтому, конечно, все это приводит к усилению антивоенных настроений и к усилению антиправительственных и антипутинских настроений. Почему они это делают сейчас, когда вроде бы у них так называемые выборы впереди? Это вопрос. Видимо, ситуация на фронте настолько плохая, что приходится даже на это махнуть рукой. На мой взгляд, если это будет продолжаться в таких масштабах, то это может привести все-таки и к уже какому-то возможному выходу людей на улицы. Проблема в том, что сегодня в России вообще ничего, ну, как мы видим, и с женами военнослужащих, мобилизованных, вообще ничего не согласовывают, нигде ничего. Поэтому люди, которые ни разу не выходили на несанкционированный протест, им тяжело выйти раз, а второе, им тяжело скоординироваться, потому что уже тоже всех организаторов пересажали, кто-то уехал за границу. И вот такие каналы, как была, например, в Беларуси, Нехта, которая, по большому счету, выступила организатором протестов белорусских, пока я не вижу таких каналов. Соответственно, если что-то такое появится, возможно, будут гораздо более мощные протесты, чем есть сейчас. Может быть такая тенденция, что будет это все масштабироваться, как-то более организованно все проявляться? То есть может ли стать действительно проблемой для власти вот такое какое-то сообщество людей, которые хотят прекратить просто эту бойню? На мой взгляд, абсолютно точно станет вопрос только когда. Вот сто лет назад Российской империи понадобилось три года войны для того, чтобы произошло две революции, империя рухнула. Сколько сейчас понадобится? Ну вот мы с вами, что называемые, свидетели истории. Какую вы видите дальнейшую стратегию реакции Путина на такие недовольства? Усиливание, опять же, так называемых правоохранительных органов, их деятельности? Либо же как-то усиленно скрывать все проигрыши, потери Российской Федерации в этой войне? И то, и другое. Но мы уже видим, какую часть бюджета тратится и на войну, и на вот это внутреннее поддержание порядка. То есть в очередной раз увеличиваются затраты, в том числе на полицию. Поэтому все то, что полиция делает, будет еще усиливаться. Ну а то, что с одной стороны будут скрывать реальное положение на фронтах, а с другой стороны создавать вот эту иллюзию того, что все просто замечательно с помощью всех этих Соловьевых, Сладковых и прочих Скобеевых. Поэтому все это будет идти вместе и параллельно. Но когда реальность так резко расходится с телевизионной картинкой, в какой-то момент люди, просто вот обычный обыватель, начинает понимать, что эта картинка не соответствует действительности. И вот ровно в тот момент у государства начинаются большие проблемы. И в этом смысле Кремль не может быть исключением. У тех же жен, которые выходят на улицу вообще, у населения сейчас, возможно, в связи с тем, что происходит, в связи с тем, о чем вы говорили, что отличается очень та картинка, о которой говорят пропагандисты, от того, что происходит в реальности. Меняется ли вообще отношение к тому, что происходит, к вот этой войне, которую Россия развязала против Украины, неспровоцированной? Ну, как мы видим, потихоньку меняется. Понятное дело, что была достаточно заметная часть всегда, особенно среди молодежи, которые были антивоенно настроены изначально. Но сейчас начинается происходить перелом и в других возрастных категориях, и в среднем, в первую очередь у среднего возраста, когда все больше и больше информации приходит, и когда люди понимают, что на самом деле происходит. И в этом смысле другое дело, что каким образом эти антивоенные настроения будут как-то преобразовываться уже в какие-то события, которые будут происходить. Вот это самый главный вопрос. Насколько люди будут готовы к какому-то действию? А для того, чтобы появилась готовность к этому действию, должна появиться уверенность в том, что это действие результативно, что из этого действия может что-то выйти. Поэтому, конечно, я понимаю, что некоторые представители российской оппозиции пытаются сыграть историю в Тихановскую на этом электоральном мероприятии, которое произойдет в марте. Но надо понимать, что и Кремль вынес свои уроки из истории Тихановской, белорусской, и никакого кандидата, у которого будет шансы на то, чтобы собрать заметное количество голосов, просто не зарегистрируют. Я в этом совершенно уверена. Поэтому единственное, что можно делать на этих выборах, это не ходить, но не просто не ходить, а не рассказывать всем своим знакомым, что это не выборы, что это электоральное мероприятие, что каждый человек, который приходит в марте на избирательный участок, таким образом дает легитимность Путину, который военный преступник. Единственное, что можно с ним правильно сделать, это взять за шиворот и доставить в ГААБу. Ольга, вам огромное спасибо за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автемпера», была на прямой связи с нашей студией. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.